Ну что, друзья, это тот самый случай, когда я говорю, что ролик будет необычный, он будет действительно очень необычный. У меня течет под лица просто. Но давайте обо всем по порядку. Уже целый год я вам хочу показать одну вещь. Но все было невозможно, потому что то переезд, то третий, то десятый, то я собирал все это дело, а собирать было много чего, поверьте. Но вот теперь, наконец, все готово. Но давайте сначала я вам покажу, как это все работает, а потом подробно расскажу, что это. И я надеюсь, вам будет интересно. Все, больше вроде бы ничего. Просто жми назад, жми назад, два раза у него автоматически стрим. Все, Вась, умею, все знаю. Важное уточнение, согласился мне помочь Вася, очень классный стример, профессиональный, не побоюсь этого слова, симрейсер, очень круто гоняет, огромное ему спасибо, что меня вытерпел и научил тому, что смог. И в благодарность Васе я оставлю ссылку в описании, передайте привет, скажите от меня спасибо, короче, классный парень, если вам интересны гонки, то вам туда. Катаемся мы в игре Сета Корса Компетизион на трассе Маунт Панорама, самая сложная, наверное, трасса, для меня уж точно, везде стены, очень страшно, очень опасно, опыт у меня в этой игре был, но на этой трассе ни разу. Ну и вот, что получилось. Я это не сомневаюсь. Все умею, кроме того, чтобы сейчас не раз... Не, я знаю, я сейчас размотаюсь, это же точно, это... Тебе надо для начала посмотреть на меня, я так думаю, чтобы я тебе хотя бы показал. Или ты хочешь поехать? Ну что, первая стенка будет моя или нет? Не, 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 ты главное не торопись. Как будто ты в реальности сел, ты же не поедешь в реальности сразу в стену, правильно? Не, вряд ли. Я тоже так думаю, с такой ценой. Я знаю, где стены здесь, но не знаю совершенно, как ехать здесь, абсолютно не знаю, как ехать. Я вижу. О, я все перепутал, я все перепутал. Нормально, 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 до кишки, смотри, главное не разложился. Вот твой спуск. Он, видишь, какой слепой. Он направо укрой, да, сначала. Знаю, знаю. Ты вспомни тоже, да. Ты прям режешь здесь, да. А тут тормозишь, да, первое, точно помню, как-то вот здесь все, как-то вот так красиво делаешь. Я так не умею. И последний поворот. Левый будет, и ты уйдешь на стартовую поворот. Продолжай еще. Слушай, а давай я проеду так же, но ты мне скажешь точки торможения хотя бы. Я тебе сейчас их покажу. Я тебе сейчас их покажу на примере своего шоу. Ты посмотришь на меня. Ну, а далее Вася показал, как же именно нужно было проехать этот круг. Давай, я буду прикидываться, что-то я еду. Только имя мое. Всех обман. А, вот если еще имя скроешь, вообще будет ништяк. Так. Нет, все будут видеть, насколько я позорно буду ехать трассу. Ну, хотя бы, я просто, по крайней мере, я хотя бы покажу людям, как надо было проехать. Ну, вот это... Здесь, кстати, оставаться надо на третьей передаче. Все, это выглядит страшно. Всегда выглядит так, будто бы ты едешь в стенку. Да, эта трасса такая. В жизни, наверное, это просто безумие. Здесь очень важно. На прямых колесах тормозить, да? Очень важно, только на прямом руле. Да. Вот сюда. Как хочешь, но попадать надо в пол. Как хочу. Хочу без столкновений, без аварий хочу. Можно? Сейчас пока еще резина холодная, но она у нас еще и будет холодная. Смотри, вот раз прием. Два приема. И три. То есть, как бы, этот поворот проходится в три нажатия на тонус. Первая фаза стабилизировала, вторая в середине. И третья в конце. Просто, если ты тупо зажмешь... Это пиздец. Я как будто мне папа, короче, показывает, как ехать, а я рулю, как придурок, знаешь. Я так хорошо ел, я так смотрю, думаю, как же хорошо. Сейчас только я возьму управление в свои руки и почнется пить. Так. Не спешим. Вначале ты всегда речь. Давай я, наверное, сначала проеду медленно. Да. Да, да. Как и надо, Аркадь. Она любит меня, как женщина. Я не поверил, что могу там пройти в пол. Внизу уже здесь. Ну все. Ну вот теперь первая стена. И вторая сразу. А мы разбили машину или у нас... Мы решили, что до конца сегодняшнего дня я должен кровь из носа поехать. Круг. Две минуты и пять секунд. Не больше. Если я поеду это время, это, в принципе, неплохой результат. Так, надо поверить в то, что я могу проехать там без тормозов. Я просто... Главное поверить. Можешь, можешь. Тебе нужна плавность. Ты говоришь, что она сама поедет. Я буду верить, что она поедет сама. Конечно, поедет. Ты только и помогай немножко. Да, вот. И все. Не мешай, помогай. Не гони сразу. Не гони на холодную сторону. Ну и пиздец. Тебе нужно просто расслабиться. Спокойно. Я расслаблюсь. Тебе трясет на подпроме, я не вижу. А меня трясет на подпроме. А ты лично трясет в ружу. Меня везде трясет. Вот. Спокойно, спокойно. Спокойно. Ну, я почти спокойно, но это не фатально. Да. Как бы пора мне... Опять ровно. Ну все, пиздец. Я знаю, знаю. Ну живой, живой. Никакого пузырца. Нормально. Спокойно. Половней, смотри, с тормозом, работай. Я смотрю, у тебя прям шутки пока. И здесь провалился. И ровно руль, чтобы опять чертить глазами прямую линию. Очень важно. И вот здесь, смотри, ты вправо первый движет. Уже тормоз. Все. Ну, было нужно. Было нужно. Уже отсюда. Начинай, начинай. Все. Ну, я почти попал. Ну, я же попал. Ох, так, ладно, поехали. Я уже начинаю чувствовать что-то. Что-то. Я не понимаю пока что это. Сейчас тебе нужно для начала поставить хоть какой-то ориентир. И потом от него улучшаться. Понимаешь, да? Конечно. Я хочу хотя бы какое-то время иметь. Завершить круг. Да. Хоть какой-то. Давай один завершим, да. Давай. Просто спокойно. Поехали отсюда в плавном движении к поребрику. И сразу выравниваешь его к мне. Вот. Прямая линия у тебя везде. Ты не мешаешь ей ехать. Оп. Очередной. Очередной Астам Мартины. Господи бог. Аркадий, извините. Мы... Это говорит босс-команда. Кончились Астам Мартины. Босс-команда оставали босс. Расторгаем сомби-контракт. И к поребрик. И к стеночке. Раз. Здесь пролетаешь. Пролетаешь поребрик. Отпустил. Газ. Вот. Хорошо. Если бы не слышали, что мы с тобой гонками занимаемся. Просто... Я понял уже. Хорошо. О, хорошо. Глубже в дырочку. Кишку, кишку. Давай в дырочку в кишке. А вот так слышат у меня соседи. Ну все, пи***. Блин, дырочки эти. Ёпп. Ты знаешь, ты настолько сконцентрирован на пилотаже, что теряешься по передачам. Это внимание все. Тихо, тихо, тихо. Да, я знаю, я знаю, что было. Я знаю, что было. Заднюю. Слушай, а ты посмотри, мы целы. Заднюю, да. Заднюю руль направо. Давай, как в каком-то школе. Васька, в каком-то школе, да. Давай еще можно чуть-чуть. Еще можно. Все порядки. Давай, в два приема вырулим. Ладненько. Главное, что живы. Как бы почувствовать там можно. Здесь от стеночки к стеночке. Вот, вот, прям, вот. Раньше, раньше, раньше надо было. Можно было раньше. Нормально. Да ничего, ничего, продолжай. Надо давление будет справа спустить. Тихо, 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 тихо. Ну, да, 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 да. Это шанс. Это шанс скорректировать. Сколько давления справа? Я думал, что я поработаюсь. 7,9. 7. Ну, вот, теперь точно можно давление. А, это нормально, блять, ты будешь мне делать, короче. Слушай, на самом деле, на самом деле, смотреть на трассе в поворотах давление, это тоже искусство. Это тоже тебе пойдет на опыт. Я, я, это уже понял. Ты только глаза опустил, и здравствуй, бетон. Все должно быть отточено. Вот, в одно движение, вот так. Расслабься. Вот, вот, ну, прелестно. Не спеши. Раз, все, забрал внутрь. Газу, раз, раз, распокойно. И вы не задамаживай еще раз. Нет? Заранее поверни, поверни, пожалуйста, не газуй. Газ. Более-менее, отлично. Не спеши здесь. Заранее к стеночке, раз, и прямой руль. И вы не завинчиваешь сюда. Лучше, лучше, газ. И на второй, давай. Да. Сука. Да верни рулем, ну, то есть, не расслабляй. У меня течет пот с лица просто. Слушай, довези. 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 Это наш выпуск, блядь, для прогулки, чтобы мы закончили. Довези. Пожалуйста. Я хочу. Прямо на рогах, давай. Ну, дебил. Дебил. Все. Сиди у тебя доточи без велика. И мы сидели еще, но потом я, наконец-таки, проехал более-менее нормальный круг. И, собственно, вот он целиком. И раскрой ее, раскрой. Не бойся ее раскрывать раньше на паре, блик. Не души машину. Газ. Хорош. Давай, более-менее. Более-менее, Аркаш. Более-менее, да. Да, да. Ну, пока я попадаю уже. Было медленно, но попал, да. Все, с опытом придет. Крути, 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 крути. Вот, 18. Смещайся, поливей потихонечку. Не заужайся, прошу тебя. Да, уже, уже. Имеем, что имеем. В прошлый раз так хорошо попал. Ничего, продолжай. Эту попытку надо доехать. Пока топливо есть. И вот, слушай, вставай, нога. Вставай, вставай, прям не бойся. Давай, на второй вообще можно бордеть. На второй тебя спасет аттрекшн и передача, момент. Прям раз в пол, и все. Да, ты посмотри, как я... Да-а, хуел немного. Сенгуру одобряют. Давай. И вот здесь раз, вторая фаза, и здесь третья. Не торопись, вот не торопись, прошу, провали сюда. Раньше рулем прям. И газ пораньше раскрылся. И прямую линию делай, вот так. Куда ты третью включил так, раз, тихо. Тормози, 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 заужай, 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 заужай. Газ и вторую на выходе. Лол. Ты даже должен, ха-ха, ты должен довести с такими косячными ошибками, чувак. Давай, в зеленой зоне. Просто продолжай. И на следующий круг продолжай. Пока не предложишься. Давай. Все нормально. Могу оформить сейчас. Нет, просто расслабься. Тебя сейчас ничего не требуется. Это не хвала, блин, чемпионат мира. Вторую. Четыре передачи щелкаешь. Раз, два, три, четыре. Да. Отсчитай себе сам. Сотка, помню. Пролетел сразу. Дотреливай, дотреливай. И отсюда переходишь на газ. Давай, давай. И руль, руль, выравнивай. У-у-у. Бэби. Так, давай, давай. Это сложно. Если думаете, что нет, то попробуйте сами. Кстати, потом вечером я поехал уже сам. Остыл, отдохнул и проехал 2 и 26. Что вообще великолепно, на мой взгляд. Ну, а теперь подробно о платформе. О том вообще, что это и как это есть. Изначально я захотел себе сим, чтобы просто научиться дрифтить. Потому что на машине делать это опасно. А дома, казалось бы, техника вся та же. Механика похожа. Поэтому, кстати, к слову, наперед забегая на будущее, действительно, машина и симулятор очень близки по своей сути. Купил не очень дорогой руль, прифигачил его к столу, покатался так около полугода, стало мало. Нашел ребят 2 доф, написал им с надеждой, а вдруг ответят. И да, ответили и согласились мне прислать платформу за рекламу. Боже, я был так рад. Я даже передать не могу, насколько это крутая штука и какое удовольствие получаю она меня уже целый год. И искренне могу сказать от себя лично, мне эта штука очень нравится. Реально, за год я на ней провел уже столько времени, что трудно передать. Мне нравится автоспорт, нравится чему-то учиться, и эта штука позволяет это делать очень быстро. Да, стоит она немало, но если говорить на будущее, то аналогов в России толком-то и нету. Потому что аналоги и зарубежные стоят гораздо больше. Ну, давайте подробнее про саму платформу. У меня версия 4 доф, и она вращается в 4 осях. Вверх-низ, лево-право, вперед-назад и снос боковой оси. Для дрифта это идеально. Штука нелегкая, заносили мы ее вчетвером, я поставил себе ее на руку и был не очень-то и рад. Но в любом случае она стоит на одном месте, я никуда не двигаю, поэтому мне пофигу. Рули, коробка передач, педаль я накупал, естественно, сам. Ребята сделали под это все отверстие, стало как влитое и очень рад. Платформа использует телеметрию из конкретной игры. И чем лучше внутри телеметрии этой игры, например, в симуляторах Асетокорса она великолепна, и поэтому максимально детально и подробно платформа передает все неровности, траву, поребрики и так далее. Конечно, можно играть и в ралли, и в хоккей, блять, хотел сказать. Короче, во все подряд. Вот везде, где более-менее телеметрия, платформа съедает с удовольствием. Но мне лично нравится дрифт, мне лично нравятся гонки на время, и все в этом духе. Марин после меня купил эту платформу и кайфовал в ЕТС. Евротрак-симулятор на фурах, катал грузы и все еще катает, но теперь вроде как хочет тоже на время погоняться, но ничего, папа его сделает еще как. У ребят на сайте представлены платформы подешевле, 2DOF, например. Она гораздо более вменяемых денег стоит, но, как говорит Женя, передает ощущений ненамного меньше. Ну и, конечно, ссылку маклодов я оставлю в описании к видео. От себя лично могу порекомендовать, эта вещь очень крутая, мне доставила уйму кайфа. Если вы любите автоспорт, гонки, то, я думаю, вы точно не останетесь в стороне, и вас как минимум заинтересует, кстати, очень важный аспект, нравятся ли вам такие видосы вообще в принципе, хотите ли вы что-то видеть на платформе, может стримы, и вот мне нужна какая-то обратная связь, хочу знать, что вы по этому поводу думаете. Кстати, пару слов о задержке сигнала и изображения. Она есть, но очень маленькая, она мной лично вообще не ощущается, не мешает абсолютно. Как я вижу кочку, как на ней прыгает машина, так на ней прыгаю и я. Звучит странно, я понимаю, но вы поняли суть. Прошу прощения, если что-то сказал неправильно, если настроил изображение не так, если ролик вам не понравился, если я говно, простите, пожалуйста. Делал все от души, хотел, чтобы было красиво и приятно, надеюсь, вам понравилось и было интересно. Ну а я пойду отдыхать, и, кстати, мне пришли новые беспроводные наушники, я пойду кататься, потому что я хочу это сделать, и я это сделаю. Всем пока. Уходи, уходи, все, давай. Уходи, давай.